Мы в гостях у Александра Казакова и его супер курятники. Александр, расскажите нам, как у вас устроено здесь все. Ну да, несмотря на то, что он порос уже пылью, вот здесь отсек у нас для петухов запасных. Так достаточно простенько, здесь кормушка будет висеть, и ниппельное паение везде, в принципе. Здесь открывается чистить, опилки выгребают. Принципиально крашу белой краской, чтобы видно было грязь, и чаще перекрасить. Понятно. Чтобы все было чисто. Здесь гнездо сделали тоже. Все прокрашено. А в это отделение можно два петуха посадить, перегородку поставить, да? Да, перегородку, в принципе, у места не так много надо, но запасные петухи всегда нужны. Да. Все покрашено 2-3 раза лаком, все швы проединены герметиком, чтобы никакая зараза туда и грязь не залезала в швы. Вот. Здесь небольшой вольверчик, ну просто больше места не позволяет. Бункерная кормушка. Два отделения на две секции, пожалуйста. Два мешка комбикорма туда вылезают. А разделено-то зачем? Разделено на всякий случай, если в дуг какие-то корма зимой, там, кукурузу, зерно. То есть отдельно получается, она не будет смешиваться? Нет, вот перегородочки, они здесь будут отдельно клевать. Хотя я редко кормлю зерновые. Ну и здесь выгульное окошко на улице. В каждой секции так сделано. Вольер, да? А эти самые гнезда, тут никаких полочек нету, да, для этого? Пока нету, но сделаю лесенки, потому что тяжелые все-таки куры, им тяжело будет залезать. Для взлета, да, это все? Да, обязательно закрыто все сеточкой, чтобы куры не залезали, не гадили на гнезда. Хотя можно было проще сделать, и с той стороны закрыть сеткой, не изгоняться, но мы пошли по пути более тяжелым. Ну, зато здесь хорошая ниша получится. Да, под яйца. Здесь встают... Под мусор. Нет, здесь две ячейки встают, очень хорошо, и яйца собирать складываешь, потом яйца складывать носочек. Логично, логично. Это сделано исключительно для этого полочки. Логично. Потому что прошел... Как практика показывает, они очень быстро захламляются. Ну, это да. Но у нас всегда, у меня было уже так, мы всегда использовали яйцо складываю. Потому что проходишь, чтобы не сожрала, не подавила, не обосрала, раз яйцо положил сюда. Здесь сразу изначально будет стоять ячейка, поэтому не будет захламляться. Здесь будет у меня вот раклина, вот так уголовая, со столом. Горячая, холодная вода, чтобы все было в птичнике. Да, здесь стационарный птичник-то тут. А вот эти вот батареи, то что? Это вода везде проведена. Водопровод, да? То есть, разводка. Горячая, холодная вода. Понятно. Отопление сейчас повесим. Хотели мы сделать теплые полы, водяные, но уже не плохо. Не затрат, повесим просто батареи. Потому что птичник окапливаться должен. Иначе эта сыра зимой, она просто замучает. Понятно. Ну, здесь вот, либо под карликов, либо под каких-то особей для работы льняной. Отсаживать. Ну, в принципе, они небольшие. Принцип тот же, да? Да, принцип тот же. Здесь открывается, чистится, кормушка засыпается в гнездо. Все так же, чтобы курица не срала, сеткой все закрыто. Внизу так же открывается все, все очищается. Конечно, немного неудобно. Хотелось бы повыше, но делаем по месту. Да. Это бывший, все-таки здесь конюшня была. Здесь козлятник был старый, а здесь был старый коровник. Еще столбы стоят отстойл. Понятно. То, что не доделали. Ну, много здесь, это сколько этих самых, на сколько ячеек-то вот сколько? Вот здесь больших 13 вольеров. И здесь 14, 15, 16, 18 вольеров под небольших, вот под карликов. Ну, или под отсаживать что-то. Здесь можно, в принципе, и три фавероли посадить с петухом. Ну, да, понятно, да. Единственное, что они без выголов. Это огромный минус. А, то есть эти с правой стороны вольера без выголов. Да, здесь нет выголов, некуда делать. Понятно. Сделать с удовольствием. Но летом планирую сделать домики примерно по типу, как у Золотухиной шифера и на улицу. Потому что уличное выращивание птицы – это самое лучшее. Конечно, конечно. Это никакие, не надо лекарств, ничего. Даже при том, что вы щипали бороды, они все равно стали шикарные. Это фавероль. Да. Это ласхюнер. Еще раз, это что значит? Это ласхюнер. Ласхюнер. Это... А, немецкая. А, понятно. Сорт немецкий. Оно, вот, с пятном крауза у петуха. Что такое пятно крауза? А вот видите, у него на гриве сбоку темное. Вот. Вот подмочка, вот темное на гриве. Ну, да, да, да. Это пятно крауза. Это у ласхюнера. У фавероль такого нет, у него чистое. У него аж борода заходит, знаете, на загривке сзади. Это орловский. Так, у кого петуха, да? Нет, у него петуха, которая нагнулась. Орлутанский. Да, да, да. Которая нагнулась. У нее аж загривка какая-то сзади. Белесая. Жрет вон она. У этих тоже все выщипано. Уже и борода, и все. Спасибо.